Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная доставка нового автомобиля Lada Largus Cross. Автомобили у нас семиместные, в белом цвете, комплектация Comfort Multimedia. Сейчас мы находимся в городе Волгограде. Решил я именно отсюда начать это видео, потому что постоянно мы отправляемся с города Тольятти и начинаем видео, соответственно, из, так сказать, центра автомобильной столицы, да, города Тольятти. Сегодня мы делаем доставочку в Республику Крым, дорогие друзья. Это самая длинная доставка, когда-либо, которая у меня была. За моей спиной Умаев Курган, собственно, виновник всего этого торжества, вот этот автомобиль. Автомобиль у нас в белом цвете, комплектация Comfort Multimedia. Comfort Multimedia с двигателем 1.6-106 лошадиных сил, семиместный. Очень рад находиться здесь, в Волгограде. Я здесь бываю, в принципе, раза два-три раза в году я точно бываю. Либо проездом, либо как-то вот таким вот макаром оказываюсь. Ну вот, поэтому начинаем сегодняшнее видео именно отсюда. Всем волгоградцам, вот так. Это самая длинная доставка, и я думаю, знаете, если честно говоря, если честно говоря, такие вещи, таких вещей, наверное, никто и не делал, чтобы брать с автосалона новый автомобиль и делать доставку 2000 километров, дорогие друзья, 2000 километров к дому своему клиенту. Вот, поэтому те вещи, которые делаю я, наверное, это очень-очень эксклюзивно, я бы сказал. Остановился в Волгограде, немножко передохнул, ответил на сообщения, поработал с подписчиками, с вами, друзья. Вот, и сейчас буду выдвигаться уже, минуя Волгодонск, вот, дальше немножечко, значит, в сторону Керчь буду двигаться. Решил поехать через Калач-на-Дону, через шахты по платной дороге. Здесь показало мне на час быстрее, ну, дорога, в принципе, хорошая, поэтому решил поехать этим маршрутом. Вот, сейчас заправлялся, заправил автомобиль, на заправке ко мне подходит, получается, тоже парень заправлялся, он говорит, почем взяли, ну, почем взяли автомобиль, я говорю, 1 миллион 170. Говорит, блин, цены так выросли сильно. Я говорю, ну, на все так выросли. Он говорит, я, вот он мне говорит, что я проездил на Ларгусе 6 лет и продал 50 тысяч всего, потерял. Вот, я говорю, а что купили? Он говорит, купил себе Джили. Вот, я думаю, ну, вот, здесь уже можно потерять, потому что на вторичном рынке Джили теряет достаточно хорошую сумму денег. Если бы купил, может быть, опять Ларгус, проездил еще 4 года, ну, может быть, и ничего бы опять не потерял, как показывает время, да, и, то есть, обстановка, да, то есть, люди, в принципе, которые приобретали автомобили в 15-м году, 16-м, 17-м году, они практически так же их и продают сейчас по тем же ценам, ну, плюс-минус там, вот. А уже по китайским автомобилям здесь уже, конечно, вторичный спрос очень низкий. Как вы считаете, правильно это мнение? Если бы, вот, допустим, этот человек приобрел бы себе опять новый Ладо Ларгус, он бы, там, спустя, там, 4 года меньше потерял денег, нежели он приобрел Джили автомобиль. Продолжение следует... Оплатили платную дорогу, ну, и теперь погнали, ребята, по платнику наваливаем. На данный момент сейчас мы едем по Крымскому мосту, заезжаем уже, можно сказать, в Крым. Вот, а осталось еще совсем немного, где-то в районе 300-350 километров до конца маршрута. Вот, ну, где-то, грубо говоря, 4-4, 4,5 часа я буду уже на месте. Вот такая вот длинная доставка, друзья. Если честно, я впервые еду в Крым, я до этого не ездил в Крым. И вот первая моя поездка в Крым началась именно непосредственно с доставки Ладо Ларгус Кросс. Приедем мы в село Красная Поляна, это 45 километров от Евпатории. Вот, сделаем осмотр автомобиля, расскажу про комплектации. Ну, в общем, все как обычно, выдача, поздравления. Вот так вот. Длинный, конечно, мост, очень длинный мост. Построили. Молодцы. Осталось 50 километров. Сейчас будем проезжать Евпаторию. Вот, что хочу сказать, друзья. 2 тысячи 200 километров. Клиент заказал машину с доставкой. Расстояние 2200 километров. И заказал автомобиль, который сейчас в огромнейшем дефиците. Просто в огромнейшем дефиците. Мы этот автомобиль, естественно, достали. Ну, завода достали, имеется в виду. Вот. И, друзья, 2200 километров доставка автомобиля своему клиенту. Я считаю, такого еще, наверное, не делал никто. Я больше, чем уверен, что такого не делал ни один автосалон в России точно. Я не понял. Ну, не знаю. В России точно. Ну, не знаю. Ну, в Тольятти, я не знаю. Нет таких. Никто не привозил. Не делал 2200 километров доставку. Просто в одного даже. Вот я один ехал 2200 километров, чтобы привезти автомобиль. Здесь дело не в заработке, друзья. Здесь дело просто, понимаете, в отношении к работе. Вот этот вот поступок, именно вот этот вот именно поступок, длиной 2200 километров, это о многом говорит. И чтобы там многие не писали, вот именно вот это, и показывают, как говорится, делом, работой, показываем, именно работой. Что действительно мы относимся с уважением к своим клиентам и к своему делу. Именно вот это. И чтобы вы там не писали, вот многие, я имею в виду, многие не писали бы, как какие-то гадости, да, там бывают, пишут хейтеры всякие. Вот это показывает. Мы работой доказываем, ребята. Мы своей работой и отношением к своим клиентам мы вот этим доказываем. А не будем с вами мы спорить там на клавиатуре. Ну, будем делом показывать. 50 километров, и мы на месте. Ну, на Орехово приезжаем. Вообще, если честно, с самого начала вот этой всей истории доставок именно автомобилей, а теперь у меня их собралось целое множество количества доставок именно, уже, не знаю, очень-очень-очень много привозил автомобили своим клиентам, и уже это стало какой-то частью моей работы. Вот. С самого начала, ну, там после, может, третьей доставки я, наверное, я думал, будет у меня интересна доставка в Крым. Ну, думал, писали, да, периодически спрашивали Дениса, там, доставочку в Крым сделайте, доставочку сделайте в Крым, как бы я говорю, да, без проблем, Евпатория, 20 километров, знак висел. Я говорю, да, без проблем, сделаю доставку, никаких вопросов. Вот. И тут бах! В Аргус доставка. В Аргус доставка Крым. И подходит время, что уже, как бы, надо, уже, в принципе, планировать доставку. Вот. Начинается суета рабочая, там, я только вернулся с доставки, получается, Нивы длиннобазовой, Держинск, Нижегородская область. Вот. Быстренько возня идет по машине вот этой, достаем эту машину, и надо ехать в Крым. Вот. Я начинаю смотреть маршрут, вот это все, и понимаю, как бы, ну, как бы, надо понимать и отдавать себе отчет, то, что это огромный риск, и то, что ты рискуешь, по сути дела, ну, как бы, как говорится, да, ну, это не стоит того, не стоит именно вот этого риска, риска затраты именно, так как морально, здоровье, да, то есть свое ты тратишь на это много, вот, оно это не стоит. И поэтому, когда вот именно непосредственно случилось, вот, что мне надо выезжать, вот это уже близко, оно началось именно вот это, я об этом начал думать. Но, к чему я это все? К тому, что, когда ты потом приезжаешь, вот, сюда, проделав такой огромный путь, две с чем-то тысячи километров, ты думаешь, чувак, ну, ты вообще просто. Ради таких вещей стоит жить на самом деле и найти себе такое дело по душе именно, которое будет заставлять тебя делать сумасшедшие поступки. Вот к чему я это все говорю. Именно сумасшедшие поступки, что ты живешь этим делом и готовь даже на такие поступки, на которые другие люди, ну, просто не возьмутся за это делать. Вот к чему, друзья. Вот нужно такое дело, ради которого вы должны идти на сумасшедшие поступки. И причем сами вы не осознаете, что на самом деле может быть это сумасшедший какой-то поступок. Но, тем не менее, тем не менее, для других людей вы делаете просто. Вам просто у виска, наверное, покрутят пальцем и скажут, ну, ты нормальный, с тобой все хорошо. Вот. Именно вот эта доставка, это как раз-таки одна из таких вещей, когда несколько человек мне сказали, Денис, не надо, не езжай. Причем, как бы, ну, можно сказать, из команды, да, они говорят, это слишком далеко, слишком опасно и это не стоит того. У меня даже мысли не было не ехать. Дорогие друзья, ну, прибыли мы в Республику Крим, всего Красная Поляна. Доставили автомобиль Владимиру. Значит, давайте я вам расскажу для начала. По комплектации этого автомобиля у нас автомобиль Lada Larbus Cross. Белого цвета, автомобиль 7 местный, с двигателем 1,6-106 лошадиных сил. По внешней части у нас внедорожный обвес черного матового цвета. Диски здесь в черном лаке с полированной поверхностью. Шина 205-55R16 Pirelli. В машине сразу вам скажу, ничего менять не нужно, по сути дела. Если вы хотите ездить на родном 16 дюйме, это отличная шина, отлично себя ведет на дороге. 2100 километров я на ней приеду. И могу вам сказать, вот такая шина. Значит, сзади у нас датчик парковки. Камера заднего вида. Багажник мы можем разложить, если надо будет, да. То есть, вот так вот это сделать. Здесь тоже. Вот здесь такой вот рычажочек открываем. И также, если надо будет, вот здесь вот можно вот так вот потянуть. И получается вот так вот раскладывается. Сейчас третий ряд сидений сложены. И видите, у нас автомобиль получился как пятиместный. Здесь подстаканники. В комплекции завода идет домкрат, баллонный ключ и транспортировочный крючок. Вот здесь располагается. Ремни безопасности для третьего ряда. Для пассажиров третьего ряда. Два подголовника сзади. По салону, значит, у нас материал сидений идет из эко-кожи плюс ткань. Эко-кожи плюс ткань с расширенной боковой поддержкой. Здесь, видите, надпись варгус-кросс идет. Собственно, мультимедиа с навигацией. Две передние подушки безопасности. Мультируль с круиз-контролем. Подлокотник идет из материала эко-кожи. Подогрев сидений идет трехуровневый. Кондиционер. Две подушки. Ну и, в принципе, вот эта комплектация у нас комфорт мультимедиа. Комфорт мультимедиа. В принципе, вот мы прибыли. Доставочка у нас составила 2100 километров. Вот, из города Тольятти в республику Крым. С села Красная Поляна. Владимир, мы поздравляем вас с приобретением. Спасибо. Напомню, ранее Владимир сделал предоплату за автомобиль. Мы все обговорили, в принципе. Ну, я выехал, в принципе, и вот сегодня уже здесь. Вот, вам все понравилось? Да, все очень понравилось. Хочу поблагодарить Денису. Все было так, как договорились. Без всяких топов. Все быстро, в течение недели, да, буквально. Ну, да, в принципе, неделя. Мы в основном ждали машины, когда выйдет. А так, в принципе, машина вышла, я уже ночью уехала. Так, все, хочу поблагодарить вас. Спасибо. И вас поздравить. Большое спасибо. Удачи, успехов вам в работе. Все вам было хорошо. И большое спасибо. Всем рекомендуем. Покупайте, берите, не бойтесь. Спасибо огромное. Вот, еще раз поздравляем. Контакты все в описании, дорогие друзья. Так что делаем вот такие суперские доставки длинные. Это самая, кстати, длинная доставка у меня. У меня вот до этого было Кабардино-Балкария. Там 1700, по-моему, было. А это 200. Так что это самая длинная доставка. Контакты все в описании. Вайбер, ватсап, инстаграм. Друзья, до новых встреч. Удачи вам. Пока.